Важная весть. Куда пропал единственный сын Любови Полищук? У Алексея Макарова была тяжёлая судьба, ему пришлось расти в интернате. Маму, знаменитую артистку, он видел лишь на каникулах. В юном возрасте Алексей пристрастился к алкоголю, о чём до сих пор вспоминает с содроганием. Похудел и взялся за голову. Преображение сына Полищук заставит Любова раскрыть рот от удивления. Прошёл непростую школу жизни. Мало кто может подумать, что жизненный путь Алексея Макарова был сложным и совсем незавидным. Кажется, что знаменитые родители являются залогом счастливого детства. Однако в этом случае всё иначе. Родившись в семье актёров Валерия Макарова и Любовью Полищук, мальчик рос вовсе не избалованным ребёнком. После развода родителей он перестал общаться с отцом, а с первого по шестой класс учился в школе-интернате, куда отправила его мама. Этот этап закалил молодого Алексея, и он научился добиваться поставленных целей. Всё же пример родителей отразился на мужчине. Макаров до сих пор не женат, хотя у него за плечами много романов и даже есть дочь. Актёр признаётся, что он вёл не самый праведный образ жизни. Он любил выпить, и это стало привычкой. Но мужчина всё-таки одумался, избавился от пристрастия к алкоголю и сбросил 127 килограммов. Сейчас он выглядит даже лучше прежнего. Алексей Макаров – единственный сын Любовью Полищук. И Валерия Макарова актёр добился всенародной славы своим трудом, несмотря на откровенно тяжёлую жизнь. Когда маленькому Лёше было 7 лет, мама отдала его в интернат. Тогда актриса только переехала из Омска в Москву. Она днями пропадала на работе, оставить ребёнка было не с кем. Пришлось принять спорное и сложное решение. Сейчас 50-летнего артиста знают по таким проектам, как «Ворошиловский стрелок». В августе 44-го моя прекрасная няня, казалось бы, успех. Однако прошлое иногда настигает Макарова. Были времена, когда он пристрастился к бутылке и сильно запустил себя. Но нашёл силы всё исправить. «Я нажрал 127 килограммов, у меня были запои. Это сильно меня подкосило и здоровье, и отношения с людьми. А сейчас спортзал каждый день», — говорил он в программе «Однажды» на телеканале НТВ. «Однажды» на телеканале НТВ.